здравствуйте друзья пришло время сегодня пересадить вот такую орхидейку 168 чудесная малышка у нее период роста вот два листа активно растут внутри здесь посадки есть корешочки растущие но есть и пропавшие корни поэтому я хочу из магазина посадки ее достать и посадить какой-то из этих вот горшочков либо такой либо вот побольше или же если совсем корней не останется в этот же горшочек и посадить орхидейка просто чудесная мультифлористая очень долго цветет смотрите какие у нее тут вот кучеря я обрежу до 1 спящей почки чтобы мне не мешалось вот это вот вот лес лес не мешался уже это орхидея стала мамой она вырастила детку которая тоже зацвела и была подарена как раз таки прекрасной галине всю зиму я подарил в цветущем состоянии галину которая вот недавно меня угостила цветочками своей оранжереи ну собственно давайте приступать я хочу убрать старое и ненужное здесь есть заплесневелости некоторые на корнях принципе есть пропавшие корни торфстакан вот вот торфстакан он разлетается просто уже видимо энное количество лет он находился в посадки во влажности поэтому он истлел и задача сейчас мне убрать старые корни высохшие истлевшие при этом не отрезав ничего хорошего хорошие корни должны остаться поэтому их нужно проверять на ощупь так сказать то что сдутая да там внутри не очень видно не очень подлезешь но можно если осторожно также кору которая здесь еще в нормальном состоянии из посадки вот выпало ее можно оставить использовать второй раз ну или какой наверно второй еще кусок стакана у меня это орхидея давайте я вам скажу с какого числа находится диана с 6 января 22 года это полтора года до полтора года она сидит не пересаженная прекрасно себя чувствует наращивает там цветет выращивает детку ой тут какой-то кусок большой такой засоленный кокосовый чипс верхний слой грунта конечно тоже лучше убрать весь солях разбираю разбираю чтобы по максимуму не нужно убрать потому что следующая пересадкой и возможность что-то подкорректировать до убрать что-то лишнее она будет надеюсь не скоро предполагаю посадку на несколько лет есть поломанный корешок пенечки от цветоносов разлетаются разные стороны так 24 пенечка сухоньких что тут какой-то корень заблудился хвостик высох хвост облеск кто промолвит тот и съест все улетело все как всегда так проверяю 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 доверяю но проверяю да какие-то концы на живых корнях тоже под пропали все абсолютно нормально все объяснимо все так и должно быть короче говоря ведь ну корней как бы не особо тут особо и не особо особо не особо корней но они есть славки господи так горшочек наверное будет поменьше сейчас я попробую сюда это разместить он широкий такой горшочек да хорошо прям прям то что надо только надо вот теперь меня орхидея как-то так расположить чтобы она у меня смотрела смотрелось посерединке так чего начать что тут у нас крестовину заполняю крестовину которые ножки ножки вот так это выглядит уберу мешается мешается заполняем заполняю опускаю что могу поливать не буду день как минимум потому что повредились корни я этот заметила на двух корнях пускай ранки затянутся чешуйка на шейке чешуйка была пропущен что тут у меня вылезла давай моя красавица конечно корни повредились это я уже заметила так что дальше дальше добавляю кору измельченную лесную негалтованную необработанную вот так она выглядит разной фракции размельчала видео я и муж размельчал и сын даже пытался секатором в данной посадке к коре я подмешиваю обязательно какой-нибудь влагоемкий компонент и чаще всего это мог мог спагну спагмаз у меня еще кусочек там но мог имеет свойство как и все остальное заканчиваться и тут у меня не только у меня смотрите какой кусок кладу в середину возникает закономерный вопрос чем заменить мог я знаю что многие успешно подмешивают коре кокосовые чипсы которые можно купить практически в свободном доступе везде именно чипсы не торф кокосовый торф это немножко другой и для орхидеи считаю что он не подходит а кокосовые чипсы которые кусочками там еще бывает какой свое волокно такое ну как бы порезанное вот мог пошел по краю горшка пошел немножко увлажненный чтобы не пылить не сорить я буду использовать я уже нашла компонент который я буду использовать вместо мха когда мог закончиться у меня есть пеностекло она очень воздухопроницаемого в то же время но вот за счет своих дырчик она влагу там на себе задерживает ну и соответственно будет передавать коре и мои орхидейки прекрасно растут в грунте с использованием пеностекла тоже замечено ни один год ни одна посадка пеностекло с керамзитом я еще мешала пеностекло с корой замечательно заходит и дешево и сердито дешево потому что я брала большой мешок не помню сколько там 20 литров или сколько он там килограммах уже не помню но доставку заказывал потому что боялась что из пункта выдачи я не дотащу и собственно не знала какое-то время что с ним делать потому что мне не понравился я его использовала в качестве дренажа мне не понравилось потому что дренаж он очень быстро зеленеет видимо там влага вот это пористости воздуха и влага все так хорошо и отлично что водорослям нравится и вот такой не очень красивый получается результат а потом решила вот так вот попробовать и я говорю я более чем довольна использованием пеностекла смеси например с корой это самый лучший вариант в моем случае или же с керамзитом например тоже был такой вариант и тоже ничего ну собственно и все потихонечку заболтовнёй смотрите это горшочек у меня на 1 литр румба называется потому что ромбики наверно вот так это выглядит автополив очень люблю автополив больше чем закрытую систему даже раньше у меня были в приоритете кашпо закрыты прозрачные цветные это было неважно а теперь у меня в приоритете вот такие вот горшочки еще вот это румба еще адель хороший горшочек нужно найти на разных площадках я вот слежу где подешевле там и заказываю у меня сейчас все практически пересажены поэтому особые необходимости нету в горшках и вот таких горшочков я 10 штук купила последний раз по 100 рублей они были сейчас уже не знаю сколько стоит может столько же может и стоит но я уже не слежу потому что у меня есть вот так выглядит орхидейка очень красивая вот ее фотография вот еще на горшочке не такие необычные рюс рюшистые тоже краешки и вот тоже ее и каждый раз по-разному немножко по-разному сейчас переклею этикеточки и поставлю на то же место на лоджии чтобы адаптировалась растюшка такой новый лист крапушку все я довольна я порелаксировала надеюсь и вы тоже со мной вместе расслабились и насладились пересадкой всем хорошего до скорых встреч